всем привет добро пожаловать в блог на пару я думаю что многие уже посмотрели мою бандерольку oriflame и я забыла абсолютно рассказать в бандерольке про вот эту штуковину про фильтр для воды у нас уже есть такой фильтр для воды я думаю что где-то на заднем плане несколько раз вы его уже видели это барьер у нас он больше примерно в два раза больше чем этот фильтр но мы взяли эти фильтры чтобы они просто у нас около кровати были чтобы не надо было постоянно воду к кровати приносить потому что вот он стоит все время вода здесь есть можно налить прямо из-под крана и вода абсолютно чистая единственное что мне не нравится я периодически так говорю единственное что мне нравится единственное что мне нравится это сам фильтр который идет в комплекте а я так понимаю путем долгих изысканий что мне не нравятся угольные фильтры этот фильтр там основа угольная и вода становится немного горьковатой мы берем обычно по моему фильтр фильтр для жесткой воды или обогащенный натрием какие-то из этих фильтров и там не так горчит вода она более мягкой получается и более сладкой получается вот но сама идея мне очень понравилась он более тонкий его действительно можно ставить на холодильник там на полочку в холодильнике и он легче удобнее чем тот который у нас основной в общем то я довольна тем что теперь у меня здесь рядышком есть такой фильтр и еще я хотела вам рассказать про два кремика которыми я пользуюсь перед сном я их очень часто упоминаю в своих любимостях это два кремика ванилы бин ноэль и фармстад apple оба они из бата body works я просто обожаю эти кремики у меня на самом деле их еще еще два есть таких же кременко они и с маслом ши очень питательные очень очень питательные и я не знаю даже что я без них быть делал потому что всю зиму у меня какие-то руки были гипер супер сухие и они меня просто спасали вот так то я надеюсь что с мамой мы все-таки еще встретимся и что-нибудь вам вместе снимем если нет то я еще сама обязательно поотвечаю на вопросики всем привет добро пожаловать в лог на пару а у нас сегодня не суфлер это называется за просто за кадром будешь каскадер ольга сила она не хочет басенька не хочет сегодня с нами общаться точнее не хочет показываться на почему ты загораживаешь меня от камеры басе вот и но голос мы ее услышим первый вопрос сколько у меня продержался лак так как да я вчера только на мою кола вот он пока держится все нормально я много чего делала мне на самом деле я была удивлена и яркостью цветов и тем как он нанес и тем как быстро он высох в общем он по моему нисколько не уступает опи ай вот такому жидкому песку мне в общем то он понравился и второй вопрос были ли лили вы влили вы ольга слава знакомые лично станет приезжаю да я лично была знакома станет приезжаю я у него второй линии если вы не знаете что такое вторая линия то в общем через одного человека тут знают ну да лично мы были знакомы и стомилы полежаевы и со всеми остальными в ее семье были лично знакомы она у нас дома было я не была у нее дома это было у него вот не слили спрашивает в самом ли центре москвы мы живем ольга ростиславовна что вы что делаете за кадром такие тихие вроде как в самом ли центре москвы мы живем и если не секрет на какой станции метро мы очень часто говорим где мы обитаем это третий перелог от кремля вот и это станция метро пушкинская тверская чеховская рядышком у нас тут градский живет так что вы теперь знаете где живет градский ладно мы вы теперь знаете где живет градский можете его атаковать и брать у него автографы еще один вопрос был какой ну какой их странах вы были где понравилось больше мы уже много раз рассказывали об этом мы были но в европе много-много-много в разных странах таиланде мама была в китае в тунисе в разных странах были мне больше всего нравится испания ольга ростиславовна что вам нам очень нравится испания и нам это на риф нравится и барселона нравится там классно испании рассказали сколько ехать до кремля а не знаете ли вы сколько ехать до станции метро парк победы откуда от казанского вокзала мама я думаю что минут 30 а казанский вокзал у нас на красна казанский вокзал вокзал на комсомольской на комсомольской да ну нет ну да минут 30 и иска и потом пересад а до киевской да доезжайте до киевской пересадка и по прямой до парка победы минут 30 максимум точно вообще элементарно и про предметы какие там про предметы есть вопрос о вы увидели мамины волосы не специально он еще несчастно мама говорит дети детям было очень скучно я пришла ой как они развеселились и я имею ввиду да мания и байся просто бегали на ком спрашиваю ваши любимые предметы в восточной философии душа живет каждый вещи какие вещи вас греет несут тепло отвечайте ольга руси слава ты меня врасплох застала какие вещи врасплох я стала сначала я сама не знаю я так глубоко никогда не думала я тоже никогда так глубоко не думал раньше когда вот я у родителей жила в доме были вещи но они собственно и сейчас наверное есть просто мы еще не разобрали андрюша на коробке статуэтки вот у меня на пианино всегда стояли статуэтки балерина собачка овчарка была там слон стоял и вот эти предметы эти статуэтки это было что-то такое домашнее какой-то покой вносили стабильность какую-то может быть вот эти а сейчас нет таких предметов мне кажется такие предметы идут из детства в взрослом состоянии у нас есть подстаканник или как он называется подстаканник серебряный серебряный подстаканник он мне очень не то что нравится но он как связующее такое звено с прошлым потом есть несколько подарков которые мне делали но например андрей делал или бабушка делала и и или вот есть подарок который я никогда не буду использовать но мне мама подарила тоже такой мишка он хрустальный но быть по стеклянный или хрустальный хрустальный мишка и я их все прячу все вообще вот такие вещи я их прячу они у меня в коробочке лежат и и иногда ей когда разбираю все я их достаю просматриваю они ни к чему как бы они я ими не пользуюсь но вот они какое-то такое чувство какое-то чувство в общем они вызывают какое-то чувство ностальгии чувство тепла не знаю вот что что-то такое если вы о таких вещах говорите вот вот по моему это все вопросы а сейчас у меня ящерка из барселоны да вот она я ее как люблю не могу просто а у меня карандаш из барселоны вот он поломался ты поехала купила новый я на него смотрю все время я не знаю мне вот как-то так он мне очень нравится барселона конечно вот кто спрашивает какая страна нам нравится каталония стране испания вот так вот так что это наверное все на сегодня мы с вами обязательно завтра увидимся я надеюсь что увидимся все вместе завтра и мы вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра счастливого дня и спокойной ночи пока 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 пока